Папа нас ожидал. Когда мы приходили, он нас встречал и сразу уже около двери начал петь пасхальные песни, которые мы как раз в церкви имели. Это было абсолютно для него важно, и для нас это тоже было как будто бы бесслового пасха, как бы было только не полное, если бы он нас с этими песнями не встречал. Наверное, это было потому, что он как молодой был в церкви, прислужил, а может быть и где-нибудь иначе это ему сходилось. Это для него было важно, и для нам было важно и очень-очень приятно. Эту пасху, как бы сказать, как бы эти песни и музыку, это точно было самое хорошее, что было. Мы потом это покушали, и тогда началась пасха. У нас в то время очень много людей приходили и, как бы сказать, хорошей пасхи нам желали. Для этого у у нас был приготовлен большой кошек с разными яйцами, которые покрашенные были, потому что это было так все, они всегда с одним яйцом приходили, когда желали нам хорошую пасху, и мы это брали, как бы сказать, и им от нас опять давали тоже яйца покрасенные, опять дома, опять, чтобы они дома, опять, как тоже хорошей пасхи всем встречали. Это было абсолютно так надо. Что еще, кроме того, было, что мы с яйцами делали, мы, конечно, очень много потом с яйцами игрались, катали их. Когда встречи были, вся молодежь и даже старшие этим занимались, было очень интересно. А когда мы имели дома еще потом вечером и имели гости, то мы всегда еще яйцами чокались. Я не знаю, иначе, как назвать. Мы видели, как бы сказать, какое яйца само до конца не сломается. Это были такие вещи. Ну, как бы сказать, эти пасхи, конечно, были такие высокие, потом это было, что они получали премию те, что самая высокая стала. И мы иначе ее резали. Это может быть тоже что-то сказать. Мы никогда Пасху так не резали, бабки. Только резали так. И эта крышка донесла, как бы сказать, и сберегала то, что еще не нарезано и не скучно было. Это были такие традиционные пасхи у нас.